так монеты ребята монеты у нас посыпались так вот сашка об это катин пятак ребят это катин пятак вот такой вот да да екатеринский пятак с охранчики смотрите у меня наверно будет две копейки с большой глубины такой тоже вот что это я не знаю что так а у меня масон масон не знаю черта не знаю вот так вот да катин пятак и масонские не знаю пятак наверно тоже и так тогда все ништяк день начинается с первых находочек вот такие вот местечки ни хрена так вот такое вот опять я вернулся в то место где нашел квадрифолий вот настройки все те же самые доработал я программку ну как доработал как я и говорил да и соответственно просто взял и вывел на 16 на 16 программу записал а кстати сегодня перепрошил с утра прибор на прошивку 71 семерки и все программы остались на месте мои так 47 48 как это ни странно и из ямочки из ямочки глубина с полштыка наверно потому что со дна выковырил то есть ну чуть больше чем полштыка вот то есть невеликая глубина выпадает чешуйка чешуйка крупная чешуйка крупная думал собственно грозный нет какой-то мужик с флагом мужик слагом такой слагом ли не знаю чем с топором короче какой-то мужик да и с другой стороны надписи и с другой стороны надписи надписи нам говорят что это князь василий ярославович то есть мы делаем вывод что это удельная чешуя так вот василий ярославович по моему князь серпуховско-боровский и ребята это вторая чешуйка с этим с новым аппаратом удельная класс здорово конечно это но не редкая чешуя и простенькая совсем но тем не менее проверим посмотрим все классно здорово блин клёво так вот такой сигналчик 54 но думал еще одна чешуйка да но на самом деле сначала я нахожу вот такой кусочек крестика листика и потом из ямки достаю вторую часть то есть мы можем сложить вот так у нас будет что 300 листик то есть две находки один крестик вот такая интересная история сам он сломался и сломали его при жизни неизвестно ручеек течет все здорово все классно и сигнал опять возле прямо ручейка 63 чтобы вы думали чтобы вы думали это же опять уделка ребята опять уделка уделка уделочка уделочка так всадник с одной стороны ровненькая кругленькая всадник и с другой стороны князь семён дмитриевич вот так вот елки-моталки все здорово все классно так не бывает все чтоб совсем хорошо не бывает что прямо одни уделки уделки 83 сигнал соответственно вот такой пятачок а красавица вообще вообще идеальный картошный 40-го года выпуска хороший петок блин в таком сохранении часто попадаются советские даже вообще отлично ну ладно будь и неуделка все равно приятно так серега нашел здесь вот такой перстачок где он протер такой шикарный перстачок того времени в общем то как бы наверно тоже до 15 16 век он-то нож крему стоит 15 16 век так написано не а прикольно да все правильно все верно держи сирек вот она но здесь от кабаны баны лазию тут прям все он кабанами изрыто просто тут от кабане места такие вообще в дебрях но но так оно и есть так люди и жили в свое в это время так вот такой сигнал как фольга 44 ну видно да что в общем то сломанный крестик ранний ранний крестик вот такой это односторонний но есть такие у меня кресты да ну где-то да тоже в общем то 15 может даже 14 там ромбик внутри здесь такие завитушки плохо видно да он такой лохачка не на еще но старый крестик так серега вот нашел еще один крест ой господи персин вот прямо да и вот он два абсолютно одинаковых перстака вот они прям идентичны идентичны ну чуть-чуть один поменьше другой чуть побольше но тем не менее похоже их тут делали где-то так ребята я прямо были в шоке я в шоке от этих лесных находок 62 вот такое из большой большой глубины вот оттуда аж там блин почти за штык наверно и смотрите что это ребята что я даже от тира час не буду боюсь повредить это арочная иконка маленькая обалдеть блин это круто это классно блинский нафиг очуметь вообще такие находочки так 91 93 короче я чуть-чуть подкопнул прямо лесника такая ямочка и вот можно видеть монеточка монеточка торчит вот она кривая значит кто скорее всего конечно же деньга она и однозначно там орел с этой стороны будет написано динго год какой-то седьмой динго скорее всего пиеная хотят толстый ну так 63 63 сигнал вот такая маленькая маленькая чешуйка петра первого великого вот такая маленькая петра первый называл их шами петр алексеевич написано с другой стороны в сайтник так продолжаем на том же месте где-то как-то так вот такой сигнал 52 ну думал были на 5 у девочка короче нет нет вот такой от малипусечный малипусечный штурвальчик время земелька его не пощадила ну лежит давно примерно как мы знаем здесь уже 600 лет он лежит вот вот такой малюсенький малюсенький совсем малюсенький прям штурвальчик вообще таких никогда не видел ну очистим посмотрим может быть там что-то рельефчик то как-то сохранился но окислов очень много явно металл какой-то галименький вот как бы так 16 15 век короче совсем малюсенький погодка конечно не детская сегодня ветер тут гудит вообще просто в проводах высоковольтки тепло но витрина очень сильный а тем не менее сигнал короче и вот такая монетка в очень приличном сохранщики потому что это не поле здесь фундамент николай 1 1 2 копеечки все рельеф на месте как бы нормальная монета вполне адекватная давно таких не попадалось хорошим сохранщики хорошая вполне нормально коллекционная монетка отлично отлично так вот такой вот сигнальчик 64 то есть ни о чем да и здесь чешуйка на самом деле самом деле чешуйка понятно потому что с одной стороны они тупо промахнулись со штемпелем то есть вот она такая лысая не вытертая именно вот лысая вот здесь половинка буквы если все с другой стороны ну как то так короче они штампанули что понять только великие все а кто великий непонятно совершенно но явно какой-то великий был по-любому великий по-любому такая чешуя данным только у великого могла 77 ровно и что можем видеть вот такая вот пластинка такая вот бронзовая пластиночка который написано 1 1 рубль и с одной и с другой стороны 1 что это такое кто в теме тот в принципе знает а кто не в теме рассказываю это один рубль это трактирный жетон то есть свое время владельцы трактиров это времена может быть на потом но по пораньше попозже но в основном ранние советские времена вот когда царских монет уже не было а а может быть еще и при царе не знаю короче но вот это как конец 19 начал 20 века хозяева трактиров сплотили своим работникам часть зарплаты вот в такой местной валюте но чтобы ее значит натоварить эти деньги им приходилось покупать в этом самом трактире продукты питания и тем самым получалось что хозяин трактиров отбивал на своих работниках часть денег то есть вот такой вот интересный такая вот интересная находка такая интересная история 1 рубль так ну как бы все потому что были холодно до ужаса вообще майские праздники так вот такие соответственно всего перстачка результат до 4 монет у меня вот такие монетки арочная иконка вот такая вот короче крестик ну и три чешуйки петр семён и вот еще там дмитриевич и ой блин не помню уже кто еще кто-то василий росла и василий ярославль сербовского короче вот так не просто но и не пусто но и не пусто